всем привет друзья с вами ленкин и сегодня у нас вышел патч 3720 патч небольшой но стоит вашего внимания обязательно разработчики нам пишет что это патч действительно небольшой и больше служит для того чтобы подготовиться к следующему патчу в котором будет изменение по сокушкам как видите здесь мало информации но информация такая достаточно прикольная мантису поменяли иконку теперь мантис у нас с иконкой танка то есть здесь у нас танку fz тут у нас мантис и видите у него иконка танка раньше была иконка лаба это связано с тем что лабов стало больше за счет того что лабов апнули в значит в предыдущем патче лабов стало больше лабы стали живее скажем играться и начали люди видимо путать лабов с мантисами вот так вот все просто sky slammer это один зенитка кибран ей подняли значит чем она отличалась отличается в принципе от других ты один зениток наземных мобильных других фракций что у нее самонаводящиеся ракеты и с этими ракетками была проблема что они часто не попадали в цель просто потому что у них не хватало скорости догнать эту цель и во вторых у них не хватало длительности жизни снаряда то есть раньше снаряд мог существовать не больше с трех с половиной секунд сейчас четыре с половиной увеличили начальную скорость полета снаряда до 20 увеличили максимальную скорость снаряда и увеличили еще ускорение снаряда то есть по всем параметрам снаряд вылетать ускоряться и жить будет дольше что позволяет ему между прочим попадать даже по таким быстрым целям как т3 разведчик на раньше если у вас мимо вашей т1 зенит очки пролетал даже какой-нибудь т1 разведчик то т1 разведчик то соответственно этот зенит очка не могла даже т1 разведчик уничтожить а как сейчас видите сбоку пролетел у нас т3 разведчик и снаряды все кроме одного снаряда его достигли при этом то есть зенит очку никак не ослабили по-другому не уменьшили дпс не увеличили стоимость при этом она получается стала станет быстрее убивать еще юнитов то есть по сути по сути немножко дпс увеличится из-за чего то есть просто из-за того что снаряды будет быстрее долетать то есть ну грубо говоря там к если у вас там будет 10 зениток на вас нападут какой-нибудь штурмовичок т3 вражеский то этот штурмовичок упадет скажем там на полсекунды раньше вот ну и это может там небольшую как-то сыграть пользу вот в общем очень приятный баф который действительно нужен был вот и 30 один зенит очки хабран прикольные прям теперь стали силен значит подняли на единичку радиус стрельбы теперь радиус стрельбы даже больше чем ты у дед у т-1 танка но не больше чем у аврорки например и увеличили скорость поворота башни главное чтобы в нашего селена сейчас не попала снарядом а кстати он где-то уже здесь был до походу его кстати кокнул этот вулкан вкратце объясню зачем да вот здесь у нас был инженер а вот здесь был силен значит вкратце теперь ваш силен когда будет пробивать пробегать вплотную к вражеским например инженером на ту силен который рейдит он сможет быстрее поворачивать башню и ну и раньше начать стрелять и быстрее начнет поворачивать башню и из-за этого он не будет прекращать огонь то есть он нанесет как бы больше урона его башня будет успевать поворачиваться вот ну и это силен считается боевым разведчиком стоит 20 масс поэтому пытается его сейчас как раз таки до балансе до того состояния чтобы он как раз свои 20 массы отыгрывал вот но мне кажется и до этого он был достаточно классным универс таким уникальным юнитом который может спрятаться знаете да что есть обилка у селена которая позволяет ему становиться невидимым для радаров и для оптического обнаружения и допустим в каком-нибудь ладдере где вы можете этих селенов расставить по всей карте прям классно работала но теперь и селена еще круче это здорово джестеры джестером добавили скорость передвижения теперь они двигаются со скоростью т1 бомбера также им увеличили скорость полета снаряда поэтому от уворачиваться от их снарядов будет чуть чуть сложнее а конкретно как бы почти на треть сложнее и добавили сплэш 015 сплэша на что это повлияет сейчас покажу вот допустим у нас есть т-1 турелька и эту т-1 турелька вы все равно не сможете по код покосать вместе со стеночками я выставил здесь специально значит чтобы этот джестер стрелял по стеночкам и будем попытаться сделать так чтобы он сразу же две стеночки задевал и как видите иногда получается вроде но даже такие два близко расположенных объекта как стеночки этот джестер пробить не может так для чего сделали этот сплэш если он даже две стеночки за фокус не может не говоря уж про то что он будет стрелять по турельки да и ничего рядом не будет коцаться а ведь это самые близко расположенные вообще здание сделано для того чтобы силен в первую очередь именно сплэшом своим мог убивать реклеем потому что реклей могут убивать только те юниты у которых есть сплэш то есть например повторяется история с с этим вот убийством камней например на гэпи да я показывал достаточно сейчас популярный кстати билд который может ну неплохо повредить там начало старта можете просто прокликать вражеские камни например то есть сами разработчики этого не указывают но для чего еще такой микросплэш нужен я не понял вроде как я подумал в первую очередь что допустим у и он сов да у и он сов если они строят какое-то здание он растет из-под земли и я подумал что раз растет из-под земли возможно джестер стреляя с воздуха без сплэша мог стрелять именно по земле вроде как стрелял в постройку на стрелял по земле теперь может быть эта проблема решится но конечно самое приятное что снаряды летят быстрее меньше промахиваются он стал быстрее и можно убивать реклейм ну какой-то в первую очередь небольшой реклейм например а те же камни до у которых очень мало хп ну в крайнем случае реклейм каких-нибудь тех же юнитов он тоже в принципе будет к нормально концы один бомбер увеличили радар тут я ничего особо не могу тут сказать это скорее всего сделано для того чтобы бомберы сами по себе лучше реагировали на обнаружение каких-то целей ведь в предыдущем или позапрошлом патче боббером добавил радар но радиуса радара видимо немножко не хватало для того чтобы бомберы быстро адекватно реагировали на появление цели на своем же радаре шарт это у нас т1 пво под лодочка оон подняли ей скорость снаряда также как и джессером на 15 но при этом убавили дпс ну я особо никогда их не строил вот эти вот лодочки это сделано я думаю в первую очередь для того чтобы обороняться легче было от торпедных вот этих вот бомбардировщиков а именно на развороте то есть когда бомбардировщик его будет атаковать значит при развороте не стрелял да но здесь как раз и не будет видно сейчас именно при развороте значит вот этот лодочка могла промахивается из-за того что снаряды летели слишком медленно и при развороте торпедник постоянно меняет свою траекторию ну как видите уже не попадает ну да ну в общем для чего-то это было сделано что развороту бомбардировщика все равно дальше но приятный бонус опять же все равно в любом случае будет чуть больше попадать будет там больше попадать например по каким-нибудь там истребителем или это 2 бомбардировщиком в общем непонятный тоже баф слэш нерв зачем было уменьшать дпс вроде это лодочка стоит но достаточно дорого 120 масс за какой-то крохотный дпс по воздуху ребят 28 дпс а даже у т-мобиль т-1 мобильной зенитки вот этой которой 55 материи у нее дпс а больше в общем не знаю зачем они понерфили но решили что слишком имба видимо т-1 мексы вот это наверное самое основное т-1 т-2 т-3 мексы теперь пофиксили изменили точнее билд пауэр т-1 и т-2 мексом у т-3 мекс билд пауэра нет потому что им устроить нечего значит на что это повлияет да ни на что не то есть на сами мексы они не повлияют сами по себе мексы будут апгрейдиться ровно с такой же скоростью как было 90 секунд из т-1 в т-2 сами по себе так и останется то есть можете сами разделить вот это число на 13 и вот это число на 10 будет в обоих случаях 90 вот то есть сами по 7 мексы из т-1 в т-2 из т-2 в т-3 будут апаться с такой же скоростью но теперь эти мексы очень выгодно ассистить инженерами и ваши мексы будут вставать быстрее вот это очень приятный бонус особенно кстати приятно для того чтобы перестраивать мексы знаете эту фишку когда вы убиваете т-2 мекс а на его месте ставите т-3 мекс при этом получая реклейм от 2 мекс такая уже известная фишка для получения дополнительного реклеймом теперь быстрее все это будет делаться или меньше количеством инженеров или будет быстрее в общем очень приятно приоритет значит командиров как мне постарались объяснить наши уважаемые профи олды так сказать раньше значит что произошло в общем сложно прочитать вообще многие пытались там понять чё к чему предположим что ваш командир идет вперед и стреляет по вражескому тоже командиру вот и сзади подбегает какая-нибудь мобильная бомба ваш командир в первую очередь начнет стрелять по бомбе он долго будет разворачиваться а скорость поворота туловища у командира очень высокая очень медленная точнее очень маленькая и вот эти вот грубо говоря три секунды ваш командир не будет стрелять по вражеском ваш командир не будет стрелять по вражескому командирам будет разворачиваться на какие-то юниты у которых приоритет больше и соответственно это вам не всегда нужно было поэтому сейчас командир не будет вообще переключаться насколько я понял на других юнитов могу быть не прав но в целом я вот так вот понял то что мне донесли значит если даже в раздам вы стреляете в одну цель а сзади будет подходить там какие-то жесткие там экспы мобильные бомбочки у которых кстати был самый высокий приоритет так далее командир все равно будет стрелять туда куда изначально стрелял теперь соответственно приоритет атаки можно выбирать либо вот таким образом то есть выбрать через специальный мод либо райт кликнуть на то что вы хотите стрелять и а потом опять продолжит идти если вы шли например куда-то вот таким образом приоритетная цель сменится ну и в целом по командиру все крузеры то есть т2 крейсеры которые ракетками там а ну не только ракетками значит они в первую очередь стреляли по зданиям теперь они в первую очередь будут стрелять по флоту вражескому ну вроде логично вроде логично но это было раньше этот баф был полезен когда они стреляли по зданиям для того чтобы именно ракетные крейсера серафимские и ойзешные стреляли по стационарным каким-то точкам до юнитом то есть по зданиям которые не могли увернуться и вроде как они они были более полезны но эта фишка плохо работала для кибранских кораблей когда кибранскому кораблю был выбор стрелять по значит по флоту вражескому или по зданиям они выбирали здание это как-то не очень хорошо работало для них вот теперь теперь все будет по старому скажем так эгейн вообще тут эгейн встречается часто потому что т3 мексы вот эти от мексы приоритет командира приоритет крейсеров что еще радиус кстати радар бомбера тоже был раньше уже то есть у нас же добавили вроде как ради радар к бомберу вот до этого его не было а еще до этого радар все еще был то есть все возвращается свои места вот и как-то так в общем все вернули на свои места и подлодки теперь в первую очередь будут стрелять по подлодкам они по куперам купера это т2 значит торпедные катера офз жесткие такие против подлодок overcharge теперь убивает щиты overcharge теперь убивает щиты если точнее не как убивает щиты то есть вместе с юнитом если значит урона хватило чтобы это чит пробить но не убьет значит щит который был снят распределением урона есть 30 процентное распределение урона то есть когда вы наносите 100 урона сюда в щит то вот этим двум щитам нанесется по 30 урона есть такая система распределения для мобильных и для стационарных щитов вот ну и что это дает в целом теперь щиты это как бы это нерв небольшой нерв для щитов и достаточно такой наверное логичный приятный нерв потому что щиты достаточно сильно бафают армию на и вот так вот их решили под нервить вот с одной стороны нелогично да тебе попали по щиту а значит юнит умерли как это работает сейчас я в первую очередь хочу покоцать задний щит чтобы у него осталось где-то ну ты сейчас скажем здоровья сейчас у нас здесь видите мало здоровья у щита теперь мы берем командиром и видите командир даже не достает мы кинем суда overcharge эти два ну кстати вот этот щит не погас хотя overcharge по нему тоже прошел то есть overcharge был сплэшем но это чит не погиб я думал что погибнет а этому щиту кстати не хотела урона но тем не менее как видите да этот щит не погиб этот щит также бы не погиб хотя overspill то есть распределение урона прошло вот ну таким образом видим что вообще не прошло может быть даже этот распределение урона непонятно в общем щиты дохнут это как-то прикольно и пофиксили просто пофиксили выстрел т2 ионской артиллерии которые наносили двойной урон там по щитам или по зданиями не знаю в общем какой-то был бак с т2 ионской артой а также значит ионская так цуи и лоба значит ионская точнее серафимская и офзешная арта наносили на 10 урона больше за выстрел каким-то образом вот то есть я об этом даже не знал кто-то мне там говорил по т2 ионскую арту но я даже не проверял ну вот теперь это пофиксили с чем я вас и поздравляю но в первую очередь мне кажется вот этот для меня вот это самый прикольный баф для ладарщиков конечно очень приятно что командир тернии будет крутиться да да и в целом там хейтеры того что командиров там зажимают жестко и окружают их юнитами вроде как командиров теперь бафнули получается до экономику бафнули то есть экономику будет легче прокачивать инженерами но и харасить харасить стало приятнее то есть ты один бомберами опять же приятнее харасить джессерами приятнее харасить на не забываем что реклей можно убивать селенами можно лучше харасить вот и не путайте мантисов станками на этом все ребят надеюсь обзор был вам полезен ставьте лайки и ждем нового нормального патча с окушками которого мы уже заждались всем удачи всем пока